Квартира или дом – это самые ценные среди материальных подарков, ведь недвижимость стоит недешево. Для того, чтобы грамотно оформить сделку дарения, необходимо обратиться к нотариусу. Но следует учитывать, что недвижимость перейдет в собственность одаряемого сразу после подписания документа. Наиболее часто к нам обращаются с вопросом, можно ли подарить квартиру после смерти. Такого договора, как дарение после смерти, не существует. Квартира, как любой подарок, передается в собственность одаряемого при жизни дарителя. Договор дарения – это сделка безвозмездная и не воспринимается встречное обязательство со стороны одаряемого в отношении дарителя. Для удостоверения договора дарения необходимо предоставить документ, подтверждающий право собственности, а также ряд справок и документов, предусмотренных законодательством. Если же есть желание оставить распоряжение относительно имущества на случай смерти, следует обратиться за оформлением завещания. При этом, несмотря на удостоверение документа, завещатель остается собственником квартиры и вправе распоряжаться ею по своему усмотрению. Для удостоверения договора завещания необходимо предоставить паспорт, а также документы, предоставляющие льготу по оплате нотариального тарифа. Это удостоверение инвалида или пенсионное удостоверение. Завещатель может в любое время отменить или изменить своё завещание, не ставя об этом в известность наследников. А вот расторгнуть договор дарения квартиры в одностороннем порядке при обращении к нотариусу не получится. Поэтому, чтобы не пожалеть о последствиях своего поступка, принимая решение о дарении, необходимо всё тщательно взвесить и обдумать. Продолжение следует...